Продолжение следует... Теперь украшательство палисадов официально поддерживается администрацией крымской столицы. В течение пяти месяцев в Симферополе выбирали самые красивые патио. Власти Симферополя объявили победителей городского конкурса «Лучший цветник» клумба «Газон зеленая зона», который проводился среди территориальных общественных самоуправлений. Победителей пять, среди них и двор дома над Толстого-2. Заправляет зеленым хозяйством здесь Татьяна Харунжий. Благодаря ее трудам обыкновенный постсоветский двор с каждым днем становится все приветливее. Женщина в прямом смысле слова не жалеет рук. А всем этим занимается дом, люди, жители от мала до велика. Энтузиазм поддерживается и городскими властями. В рамках проекта «Комфортная городская среда» коммунальные службы привезли плодородную землю для высадки растений, установили лавочки. Озеленение ждет и двор по адресу Матезалки-25, также получивший признание мэрии. Обитатели дома новому титулу рады, но мечтают немного о другом. Приятно, но все же нужно хотя бы поменьше мусора и побольше площадок. У нас здесь очень много мамочек, гуляя с детьми. Двор дома на Залевской 81 – один из победителей городского конкурса. Зеленую зону здесь устроили местные жители. Все, что смогли, облагородили самостоятельно. Помогали даже дети. Это в свободное время они играют на детской площадке. Но когда нужно, собираются дружной компанией и наводят порядок вместе со взрослыми. Каждый год у нас проводится субботник. Мы красим площадку, подметаем. Мы очень хотим, чтобы у нас было во дворе очень много деревьев. Одним словом, все, что могли сделать своими руками, горожане сделали. Осталась самое главное и сложное – новая дорога и тротуары. И тут без помощи коммунальщиков не обойтись. Я, например, хожу с палочкой. Если я буду ходить и без палочки, то я вообще здесь упаду. А посмотрите, какие лужи. Всему свое время, обещают власти, благоустройство придомовых территорий в Симферополе идет полным ходом. Заедут асфальтоукладчики и в этот двор. Но инициативу жильцов никто не отменял. Чистота и порядок во многом зависит от тех, кто живет в доме. Татьяна Балыкина, Олег Бойко, Сергей Козырь. Утро нового дня.